МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении. В студии вас приветствует Оксана Холодова. Здравствуйте. Вначале основные темы. Защитят от огня. В населенных пунктах при Амуре начали готовиться к предстоящему пожароопасному сезону. Пока по временному переходу в Верхнеблаговещенском продолжают восстанавливать мост, который соединяет село и город. Большой куш в Благовещенский вор забрал из офиса строительной компании сейф с несколькими миллионами рублей. В стиле сюрреализма амурский художник написал портреты известных амурчан, соединив их с достопримечательностями. В Приамуре готовятся к осеннему пожароопасному сезону. Традиционно он начинается в начале октября. К этому времени в муниципалитетах восстанавливают защитные полосы, убирают мусор и сухую траву. Затем, как в городах и районах соблюдают требования пожарной безопасности, следят межведомственные комиссии и проводят рейды. Евгений Вдовенко продолжит тему. На окраине села Дронова Старенький и Беларусь работают уже второй день. Трактор, оснащенный агрегатом для скашивания травы, отвечает за противопожарную безопасность четырех входящих в состав Грибского сельсовета «Сел». Этой осенью привести в порядок нужно порядка 50 заросших бурьяном участков. На сегодняшний день уже выполнено 90% работ. Далее сельсовет займется восстановлением защитных полос и проведением отжигов. Процесс трудоемкий и весьма недешевый. Однако в данном случае экономия чревата последствиями. В этом году весной у нас из-за сильного ветра подходил огонь к населенному пункту, удобная. Была действительно большая угроза населенному пункту. Ну и вот если бы, конечно, не было окашивания, не было минполосы, не было бы даже того же отжига, как бы могло село сгореть. Потому что ветер был сильный, огонь перекидывало нас такое расстояние, что страшно даже сказать. Поэтому люди могли остаться без жилья, если бы вот эти меры все не были по осени сделаны. На самом деле, отмечают специалисты, осенние работы по защите сел от огня нацелены в первую очередь именно на весну. Как раз на это время приходится большая часть пожаров. Среднеобластной показатель по очистке территорий населенных пунктов на сегодняшний день составляет более 32%. Лидеры, так сказать, лучшие в очистке – это Тындинский район, Константиновский, города Благовещенск, Свободный, Тында. Защищают села не только по периметру. Особое внимание уделяют зарослям травы под заборами заброшенных подворий, а также домам, чьи владельцы проживают в других муниципалитетах. Если вы будете следствием возникновения пожара, это же может быть уголовная ответственность. Это же будет возможно, что огонь пройдет через вас, и, допустим, в следующем доме какой-нибудь житель-инвалид. И он не успел выйти и погиб. Это уже уголовная ответственность. Это ваша будет халатность. Для того, чтобы не допустить такого результата, специалисты сельсовета устраивают подворовые обходы. Напоминают о перечне необходимых работ, уточняют сроки их проведения. Здравствуйте, Дорога Юрьевна, пожароопасный период начинается. Что, вы принимаете какие-нибудь работы, действия? Во дворе, около забора и за двором всегда все убирается. Каждую осень выгребаем, обязательно и вывозим. Кстати, до начала пожароопасного периода штраф за нескошенную на подворье траву – 500 рублей. А после его старта уже 5000. А потому специалисты советуют селянам не ждать последнего момента и поторопиться с очисткой своих территорий. Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. В Верхнеблаговещенском продолжают восстанавливать мост, который соединяет село и областной центр. Напомню, из-за сильного ливня обрушилась часть мостового перехода, его демонтировали и месяц назад приступили к реконструкции. Когда специалисты завершат работы и что им предстоит сделать, чтобы не допустить повторного разрушения объекта, расскажет Анастасия Слесарева. Такой мостик для жителей села Верхнеблаговещенская – мера временная. Пока здесь ведутся ремонтные работы по восстановлению проезда. На протяжении месяца специалисты демонтировали старый мост и изношенные конструкции. И уже начали самостоятельно разрабатывать схему нового перехода. Чтобы в дальнейшем объект вновь не разрушился, рабочие решили использовать монолитный железобетон. Разработан как раз проект, чтобы этих рисков не было. То есть делается лоток монолитный, в принципе, по всем нормам. Он будет широкий, он высокий. У него будет рассчитана водопропускная способность этого лотка, чтобы как раз именно к таким последствиям не приводило. Каким последствиям? Что разрушение происходит, то, что здесь идет подтопление в Верховьях, потому что там разрушилась сверху дамба. То есть здесь постоянно приток воды большой. И вот как бы старый мостик просто с этим не справлялся. Также подрядчик уже выполнил устройство дамбы для отвода воды с места проведения работ. На сегодняшний день идет осушение необходимого участка. Так как именно из-за осадков здесь подмыло опорные части строения, теперь новый проезд шириной 15 метров и глубиной 10 будет представлять из себя водоотводную конструкцию с насыпью. В ходе обильных ливневых осадков произошло подмытие опор мостового сооружения, находящегося на улице Ленина, ведущего в Верблоговещенская. В ходе чего произошло обрушение части моста. После обследования специализированными организациями было принято решение демонтировать данное сооружение, так как оно влекло за собой возможность обрушения. На восстановление участка из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Реконструкцию нового перехода завершат не позднее 1 ноября. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Волговещенский злоумышленник похитил из офиса строительной компании «Сейф», в котором находился 21 миллион рублей. Мужчина пришел в качестве клиента и, когда остался в помещении один, украл деньги. Полицейские успели найти обвиняемого до того, как он покинул Амурскую область. Изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив возможных свидетелей, стражи закона установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Забайкальского края. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Его задержали в Магдагачинском районе и доставили в Благовещенск. Мужчина признался в преступлении и вернул оставшуюся сумму – 15 миллионов рублей. 6 миллионов, по его словам, он потратил на покупку автомобиля. Машину изъяли. Злоумышленника заключили под стражу. Во время расследования уголовного дела полицейские установили, что он причастен еще к нескольким кражам, совершенным в Благовещенске, сообщает пресс-служба Амурского управления МВД России. Сносить старые многоэтажные дома и строить на их месте новые – такой законопроект рассмотрят в Госдуме. Основой документа стала московская программа реновации. В отличие от действующих сейчас в некоторых регионах программ по переселению жителей, речь идет не только об аварийных и ветхих домах, но и, например, о типовых многоэтажных второй половины прошлого века. При этом бесплатно предоставляемая переселенцам новая квартира по площади не должна быть меньше старой. С таким же количеством комнаты расположена в том же районе, если речь идет о большом городе, или в том же населенном пункте, если это село или поселок. Чтобы дом попал в такую программу, за его снос должны будут проголосовать большинство собственников жилья. В Преамуре начала работать программа финансовой поддержки для получателя и дальневосточной ипотеки. 10 семей, купивших жилье в сельской местности по льготной программе жилищного аккредитования, получили более 2 миллионов рублей. Это средства областного бюджета. Принимать заявки на единовременные выплаты начали в Амурском Минсельхозе в августе. Документы уже подали 34 семьи. Напомню, инициатором новой меры поддержки для молодых семей выступил глава региона Василий Орлов. Получить деньги могут молодые семьи, заключившие с банком договор ипотеки до 1 декабря 2020 года. Напомню, приобретаемое жилье должно быть сельской местности. Заявки на получение финансовой поддержки принимают в Амурском Минсельхозе. В России начали продавать лекарства от коронавируса. Речь идет о препарате реплевир, который разрешили применять в амбулаторных условиях. На первом этапе он поступит в 10 тысяч российских аптек. Однако в Преамуре лекарства пока не доставили. Между тем, область занимает 9 место среди дальневосточных регионов по количеству заболевших COVID-19. С начала учебного года коронавирус выявлен в нескольких образовательных учреждениях региона. Например, на дистанционное обучение перешли ученики трех классов, трех школ Белогорска и ученики 8-го лицея Тынды. Роспотребнадзор с Центром гигиены и эпидемиологии будут проводить эпидрасследования по факту заболевания пятерых учителей и нескольких учеников в лицее. Ситуация в Тынде напряженная, но управляемая решением городского штаба. Усилен контроль за местами скопления людей, точками общепита, продуктовыми магазинами. В Благовещенске на домашнем обучении 12 классов, 9 школ областного центра, а также студенты нескольких СУЗов. Кстати, с 5 по 9 октября Амурское управление Роспотребнадзора планирует провести второй этап оценки иммунитета амурчан к коронавирусу. В исследовании примут участие волонтеры первого этапа. В ближайшее время они получат СМС-сообщение с указанием места, даты и времени проведения обследования. Тем временем 29 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Амурской области 22 сентября. Больше всего в Благовещенске 12, 4 в Свободном и 3 в Ивановском районе. С начала пандемии зарегистрировано 4050 амурчан с COVID-19. У половины из них диагностировали пневмонию. У 40% ОРВИ и лишь у 6% инфекция протекала без проявления каких-либо признаков. При этом от коронавируса умерли 48 человек. В основном это люди старше 65 лет. В Благовещенске благоустраивают сквер имени Героя Советского Союза Юрия Кузнецова. Новую зону отдыха создадут напротив Двоку. Здесь появятся тротуарные дорожки и детская площадка, а также памятник Юрию Кузнецову. В моем мнении, я бы все-таки, наверное, больше в сторону Юрия Викторовича сквер имени его назвал. И, наверное, надо видеть бюст, какое-то изображение его. Юрий Кузнецов ушел из жизни 23 января 2020 года. Депутаты Благовещенской городской думы предложили создать сквер в его честь. Место определили сразу же. Территорию напротив Двоку выбрали не случайно. Несколько лет Юрий Кузнецов руководил военным училищем. Портреты известных амурчан и достопримечательности при Амуре. В Центральной библиотеке Благовещенска проходит необычная выставка «Человек-эпоха». Там представлены 12 полотен амурского художника-сюрреалиста Алексея Горбунова. Благодаря необычной технике, которую использовал мастер, зрители могут не только увидеть портреты исторических личностей, но и памятные места, с ними связанные. Нелли Козлова продолжит. Портрет графа Муравьева-Амурского. Это, например, Уздейский пост. Граф-основатель города Благовещенска, это всем известно. Или также прародитель нашего города, тоже основатель, святитель Иннокентий. Это первый дом города, Свято-Никольская церковь. То есть в основу заложено, да, прихожане. На расстоянии изображение воспринимается как обычный портрет. Вблизи можно рассмотреть детали и даже ознакомиться с деятельностью личностей на картинах. Например, портрет детского писателя Бориса Машука состоит из изображений книг и детей. Очерты лица Вячеслава Белоглазова, основателя ансамбля «Ровесники», переданы пластичными танцующими фигурами. Картины выполнены в жанре сюрреализм, поэтому каждая деталь имеет символическое значение, говорит Наталья Кравченко. 12 картин, 12 известных личностей города Благовещенска, Амурской области. Некоторые получили славу на весь мир. Мы хотим показать этой выставкой, насколько значима история нашего края. Картины написаны маслом на холсте. Чтобы создать все 12 портретов из серии «Человек эпоха», художнику Алексею Горбунову понадобилось около 4 месяцев. Задумка была давная, есть мастера, которые работают в этом направлении, с мировыми стенами. Работы меня заинтересовали. Хотелось попасть в свои силы в этом направлении. Тут как раз с Викторией Андреевной был разговор, с Хопачко. Она все время была начальником управления культурой города. И вот она подсказала идею, акцентировалась на истории города. Из этого и родилась вот такая вот серия. Как рассказал Алексей Горбунов, продолжит знакомить амурчан с историей малой родины. В рамках проекта «Самый-самый Благовещенск» расширит экспозицию и напишет портреты благовещенцев, известных в России и в мире. Нелли Козлова, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. И это все. Спасибо за внимание. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова